Итак, друзья, переходим к следующему бою. Здесь у нас Мичел Пирейра, и встречается он с Тристаном Каннели. Должен был он здесь драться с Сергеем Хандошко, и это должен был быть интересный бой, но... Да не должен был быть. Ну, Хандошко... Все к лучшему, в этот раз все к лучшему, все нормально. Для Хандошки здесь к лучшему, как мне кажется. На замену выходит местный канадский боец Тристан Коннели. Бой, как мне кажется, опять же, обещает быть весьма интересным. Я сейчас расскажу, почему. Мишель Пирейра боец очень и очень зрелищный. Он очень необычный, очень неординарный. Еще перед дебютом мы с тобой обсуждали, что я просматривал его бои в Родовсе. Он просто там какие-то просто сумасшедшие штуки вытворяет. В стойке дико непредсказуемый боец. Обладает тяжелым ударом и... Ну, в последнее время выступает очень неплохо. Крайнее поражение у него было вот в 2018 году против Дускот Тодоровича. Это боец, который недавно выступил в контендерс и уже сейчас подписан в UFC. Это интересный тоже перспективный боец. И, кстати, там бой до поражения был весьма близкий. Ну, собственно, дебютировал Пирейра в бою с Дэнни Робертсом. Сумел удосрочить Дэнни за одну минуту и 47 секунд, опять же, в зрелищной, красивой, непредсказуемой манере. В целом, да, несмотря на вот эту классную стойку, я обращу внимание, что у Пирейра есть победа с Абмишном. И иногда, когда нужно, он вполне себе может переводить, немножко подзалежать. И, если представится, возможность выйти на какой-то сап. Ну, в основном он все-таки предпочитает стойку. В основном предпочитает что-то показывать зрелищное, интересное. Что касается его соперника. Ну, понятно, да, что боец здесь выходит на коротком уведомлении. Это уже такую определенную фору бразильцу дает. Причем на очень коротком. Что касается Каннели, 33 года ему сейчас. 13,6 рекорд. Ну, такой, достаточно опытный. Это боец, база которого это бразильское джиу-джитсу. Он выступает, кстати, по ММА достаточно давно, с 2010 года. И периодически все еще продолжает выступление по бразильскому джиу-джитсу. Ну, даже по большому счету, если посмотреть на его рекорд, это можно понять. Потому что из его 13 побед именно львиная доля одержана сабами. Но мы смотрим на оппозицию. Выступал он в основном у себя здесь в Канаде, в местных промышленных. Здесь совершенно просто не за что зацепиться. Единственный вот, ну, как бы, кто хоть что-то себя представляет. Да, Шейн Кэмпбелл и Шейну Кэмпбеллу Тристан Каннели проиграл досрочно в третьем раунде. Как раз-таки сабмишином. В общем, сейчас он на стрики из четырех побед подряд против достаточно слабых бойцов. Но в любом случае, как я и сказал, в джиу-джитсу он все-таки опасен в любом случае. Здесь мы смотрим на коэффициенты. Коэффициентов по западу нет. Но некоторые российские конторы уже открыли. Я полагаю, что западные коэффициенты отличаться не будут практически никак. На Пирейру там дают 1,25. На местного канадского бойца дают четверочку. Что думаешь здесь по бою, Андрюх? Я думаю по этому бою, что здесь мы увидим неплохой финиш. Возможно, даже с призовыми впоследствии, как там распределит организация. Действительно, Мичел Перейра это боец просто удивительный. Он обладает очень большими габаритами для этой весовой категории. Он очень высокий. Он очень атлетичный. И при этом прекрасно умеет пользоваться своим атлетизмом. Ну, вы видели его дебют. Это просто абсолютно обезбашенный парень, который с неведомых углов выбрасывает свои бомбы и доносит их до соперника весьма, я бы сказал, даже хорошо. И Дэнни Робертс, я думаю, со мной тоже согласился здесь. Это, ну, один из, наверное, главных проспектов сейчас, наряду с Джонни Уокером, которые могут действительно привлечь нового зрителя. И, скорее всего, в этом бою он одержит очередную зрелищную победу. И я не знаю, здесь все как бы находится на таком, на достаточно бумажном уровне. И Шейн Кэмпбелл, как ты говоришь, который выиграл сабмишином, как бы боец с базой кикбоксинга, который даже в кикбоксинге никогда не блистал, сабмитит, ну, такое себе. Я хочу, чтобы Перейра выигрывал этот бой досрочно, зрелищно, и в следующем бою встречался с Энтони Петисом. Вот этот бой я бы хотел увидеть. Это было бы очень зрелищно, и количество вот этих вот разноугловых ударов просто бы зашкаливало. Вот, я надеюсь, так оно и будет. Ну, да, действительно, это было бы очень интересно. Да, я, кстати, еще не отметил пару моментов. Ну, во-первых, Тристан Каннели еще нокаутом никогда не проигрывал. Но в любом случае, как бы, ребята, это ММА, здесь все в первый раз случается. И еще, ну, наверное, немаловажный момент. Каннели всю свою карьеру практически провел в 155 фунтов. Ну, к этому бою он будет выступать в категории 170, то есть он здесь поднимается. Вот, ну, в принципе, наверное, все. Как бы, к твоим словам, мне особо добавить нечего. И здесь, конечно же, я тоже за Мишеля Перейру. И полагаю, что он добыт здесь победу. И она должна быть очень зрелищной. Ладно, пойдем дальше. Здесь у нас, Андрюх, очередное возвращение. То Даффи будет встречаться с Джеффом Хьюзом. Что касается Даффи. Просто на минуточку, да, стоит посмотреть, что последнее его выступление было уже очень-очень давно, в 2015 году. Ребят, 4 года этот парень не бился. В UFC до этого, да, он успел провести всего лишь 3 боя. Причем здесь у него постоянно какие-то простои были. Нокаутировал Фила Дефриса. Ну, кстати, я обращу внимание, что Фил Дефрис сейчас показывает очень клевое выступление. Он сейчас чемпион организации КСВ. И причем он там постоянно в качестве андердога выходит и постоянно выигрывает. Реально он сейчас спрогрессировал, но на тот момент он, как мне кажется, был достаточно слабым бойцом. Энтони Хэмилтона также тот Даффи нокаутировал. И в крайнем бою в 2015 году как раз-таки он встречался с Фрэнком Миром и отлетел в нокаут сам. Вот такой боец, достаточно зрелищный, достаточно интересный. Но в любом случае здесь совершенно непонятно, что он сейчас покажет, в какой форме. Что касается Джеффа Хьюгса. 10-2 его рекорд. Ну, мы здесь смотрим на его аватарку, да. У него такая супер просто атлетичная, в кавычках, в скобочках нет форма. 31 год. Ну, в общем, это боец, который ранее выступал в организации ЛФА. Он в качестве чемпиона, ну, там выступление свои закончил. Боец, который, ну, прямо скажем, далеко не самый зрелищный парень. У него до ЛФА была ужасная просто оппозиция, просто ужасная. И те парни, которые себя совсем ничего не представляют, он их все-таки нокаутировал. Но те, кто хоть кто-то, хоть что-то умеют, здесь он уже применял свою излюбленную тактику. Он просто дикий ватакат, любит сушить бой, любит прижимать к сетке. Пытается переводить, но зачастую у него это не получается. Я не скажу, что там какие-то хорошие навыки. Не получается, ему как бы нормально. Он прижимает к сетке и проводит бой именно так. Засушивая, показывая достаточно близкий бой, но тем не менее выигрывая. В UFC это как бы не проканало у него, не получилось. Он встречался с Моррисом Грином и проиграл этот бой с плитом. Да, бой был объективно близкий. Я знаю, что многие там увидели победу Хьюгса, но факт в том, что он, как обычно, вату закатал. Причем даже свои прижимашки не использовал там. И проиграл этот бой, собственно, с плитом. В общем, сейчас коэффициенты близкие. Джефф Хьюгс небольшой сейчас фаворит. За 1,83, то Даффи за двушку. Бой как бы абсолютно непонятный, но в любом случае имеем, что имеем. Андрюх, что здесь думаешь? Я здесь думаю то, что... Здесь, если честно, мне по барабану вообще в какой форме тут Даффи находится. Он выиграет этот бой. Я просто не сомневаюсь. Он находится в физически просто замечательных кондициях. Он по-прежнему атлетичен, по-прежнему очень крепок. И, насколько я помню, последние вот эти несколько лет, что он не выступал, я постоянно увидел его в лагерях у бойцов. Он поддерживает себя в актуальной форме, тренируется. И, в принципе, всю свою карьеру, пусть и никогда не отличался таким очень высоким бойцовским IQ, он находился на гораздо более высоком уровне, нежели Джефф Хьюгс, который, по сути, ничего не умеет. Он умеет просто стоять у сетки. И все. Он не умеет толком не залеживать. У него нет как таковых навыков в грэплинге. У него нет как таковой стойки. Я бы не сказал, что у него даже есть нокаутирующий удар. Такой абсолютно какой-то квинтэссенция тяжа, который не умеет ничего. Ну, блядь. Это по его внешнему виду видно. Я не знаю, ребят. Мне кажется, Даффи здесь должен очень, скажем так, зрелищно и красиво возвращаться. И зарабатывать бонус за победу. Это должен быть нокаут в первом раунде. Ну, посмотрим. Я здесь, конечно же, за Джеффа Хьюгса никак не могу притопить. Просто никак. По совершенно объективным причинам. Потому что это действительно абсолютно незрелищный, неинтересный боец. Просто ватакат. И мы не знаем, что покажет тот Даффи. Но с точки зрения формы ты абсолютно прав. Мы можем в социальных сетях сейчас посмотреть. Он реально в хорошей форме находится. И, ну, как бы, как мне кажется, у него здесь хорошие перспективы, чтобы выиграть. Ну, я не знаю, просто кого слабее ему можно было дать в этой весовой категории, чтобы он вернулся. Я помню, когда он в предыдущий раз возвращался, ему давали слабых бойцов. На него давали, что там 1.2, там 1.3, 1.17, блядь. Вообще полную хуйню. А здесь он вообще андердогом вышел. Ну, реально, интересная ситуация. Я тут не могу просто пройти мимо. Да, ну ладно, ладно. Полагаю, здесь мы как бы оба за Даффи притопим и перейдем дальше.